Продолжение следует... 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 В БРИКС у нас есть еще один потенциал, называемый БРИКС-А, который сам по себе может быть очень хорошим механизмом по сравнению с сетью SWIFT, которая существует у западных стран. Однако в этом вопросе следует обратить внимание на интересный момент. Сегодня воловой национальный продукт пяти стран-членов БРИКС, основных членов учредителей, превышает аналогичный показатель стран Большой Семерки или G7. По официальной статистике на страны G7 приходится менее 30% мирового волового продукта, тогда как на пять основных стран-учредителей группы БРИКС приходится более 30%, а именно 31,5% от мирового ВВП. Теперь вы понимаете, что с членством шести новых стран Исламской республики Иран, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Эфиопия и Аргентина в составе БРИКС, а также при сотрудничестве и дублировании взаимодействия с другими странами, которые были приглашены на Южно-Африканский саммит, где приняли участие около 40 глав государств и высоких делегаций из разных стран мира. Присутствовали представители семи стран, в том числе 40 высшие должностные лица. Существует перспектива заметного наращивания этого волового продукта. Посмотрите, что крупнейшие мировые производители энергоносителей расположены в БРИКС, мировые производители нефтепродуктов находятся в составе группы, а также крупнейшие в мире рынки потребления энергии расположены в БРИКС. Это одна из очень хороших способностей, на которые стоит обратить внимание. Еще один очень серьезный фокус, к которому стремятся в БРИКС, это коллективное управление, основанное на многосторонности, в отличие от одностороннего подхода Запада и Соединенных Штатов. Мы видим это сегодня на примере доллара. Американцы тратят 10 центов на распечатывание 100 долларов, что в тысячи раз превышает добавочную стоимость. Они заявляют, что в 100 тысяч раз больше мирового богатства без какого-либо поддержки и учета существует в мировом обороте, поэтому БРИКС стремится, так сказать, децентрализовать геемонию доллара в мире. Определенно, в ближайшие годы мы увидим, что постепенно американская геемония будет отходить на второй план рядом, наряду с геемонией евро. К сожалению, когда европейцы ввели евро, несмотря на первоначальные лозунги, они потом перешли под контроль американского доллара. Сегодня мы видим, что евро правит миром рядом с долларом. В любом случае, БРИКС противодействие этому вопросу и создание новых структур для продвижения нового порядка, открытия новой передышки в денежно-кредитной, финансовой и банковской экономической сфере является одной из тех осей, на которые сейчас следует обращать внимание. Также сегодня с точки зрения населения, с точки зрения рабочей силы, которая считается основным производственным ресурсом в мире, страны БРИКС лидирует, а половина рабочей силы мира, примерно половина населения мира, включая БРИКС, как я заметил, сейчас содержится в составе этой группы, так что показатели в этой сфере улучшаются и дальше. Следует также обратить внимание еще одну вещь, учитывая то, что основная ось экономической деятельности БРИКС, особенно в денежно-банковской и финансовой сферах, концентрируется на трех столпах. Банке БРИКС, резервном фонде национальных валют БРИКС, в предстоящем процессе определенно необходимо добавить и другие слои. Силовые структуры БРИКС – это политический слой, оборонно-военный слой, также слой культуры и прочих сфер социальной деятельности. Последние 2-3 дня, когда жители Запада очень были расстроены проведением этого саммита и принятием в него новых членов, мы видим это в их собственных публикациях, также в американских СМИ. Я заметил, что они упомянули, что новый механизм в противостоянии НАТО формируется и расширяется на международной арене, и, наверное, они имели в виду группу БРИКС. Сами они называют эту группу независимой точкой против НАТО, поэтому мы не можем сосредоточиться только на экономической сфере, особенно в области денежно-финансово-банковской деятельности. И, определенно, акцент делается и на других областях сотрудничества – в политической, оборонной, военной и даже культурно-социальных областях. А также в других областях экономики и энергетики будут иметь свой собственный эффект. Скажу еще одну напоследок. В результате дискуссии мы сейчас потихоньку наблюдаем, как в мире раздаются звуки растрескивания и ломки долларовой гегемонии. Определенно, в предстоящем процессе мы это увидим в ближайшие годы. Эта гегемония полностью обвалится.